здравствуйте друзья сегодня у нас и гидом по майами по недвижимости в майами будет леонид может быть вы пару слов скажите про себя значит у нас реально стоит компания с моей женой в майами наша собственная мы работаем тут уже почти восемь лет довольно я считаю успешно чем вы раньше занимались раньше моя жена работала в компании по тоже недвижимости я работал на компанию которая у которых нет несколько было офис билдингов и так тейкеры об этих то есть вы просто развились в том чем занимались наверное верно да в америке вы давно уже 2003 хорошо то есть не до 15 лет а раньше где были до двух девяностого года на украине мы жили в девяностом году мы переехали в израиль и 13 прожили в израиле можете на иврите тогда да я говорил таскать на на трех языках поэтому это мне даже в бизнесе конечно помогали хорошо значит давайте мы про недвижимость майами значит я понимаю что здесь много новичков вот как бы привлекает то что много работы может быть она не очень высокооплачивая но вот гостиничное хозяйство до рестораны или это я не совсем смотри я не думаю что как бы привлекает именно работа но очень людей привлекает в климат климат наличие океана относительно недорогое жилье а вот давайте про относительно недорогое вот как в каком ценовом диапазоне то что называется entry level да вот человек приехал там за green card матерей выиграл ну поработал годик там два там или что-то вот entry level за какую сумму можно купить что-то смотрите в майами можно купить скажем от 125 тысяч долларов квартиру до 125 миллионов дом да ну мы про начальния говоря я пока поэтому да это зацать вам bedroom может стоить 125 тысяч а может стоить полтора-два миллиона зависимости от того где он находится то есть если человек у него есть определенные средства и он хочет жить в каком-то определенном доме то есть вы перебирает как бы да да есть есть чем выбирать очень большой выбор квартир постоянные принципе выбор очень много построена нового жилья принципе новое все дороже чем там семидесятых годов потолки выше потолки выше качество строительства лучше дома более приспособлены к ураганам хорошо гляне давайте мы пару слов о том куда вы какой у нас первый объект на который мы посмотрим ну первый объект мы начнем с нет нет не дорогого real estate а это дом который приблизительно в семидесятых годах построен там комплекс таких домов дом имеет теннисный корт пул клуб хаус небольшой джим клуб хаус это место куда гостей приглашают когда приходят гости да или вот для чего еще в ковре ну смотрите зависит от того какой дом есть если дома более меня лакшери дорогой вы можете там пойти там есть стоит бильярдный стол в некоторых мы потом это я покажу таких более сказать классом выше ну и как недорогих тоже какой-то теннисный стол вы можете там посмотреть телевизор и есть конечно вот так как вы сказали что можно пригласить гостей можно как бы рентовать этот 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 клуб хаус и сделай там какой-то паре есть где-то бесплатно это делается есть где-то надо платить я хочу чтобы наш зритель который смотрит допустим там из украины россии где там нет club хауса то есть вот чтобы было понятно концепция то есть почему хорошо иметь club house да какие-то там есть у кого-то там библиотеки что-то есть компьютеры то есть это позволяет скажем не ограничивать себя площади собственной квартиры а какие-то ресурсы вот есть у себя в квадратный метр они не впихнешь а так они есть да то есть если у человека у человека есть какие-то еще желание кроме того что сидеть четко в квартире и есть например дети в новых билдингах так сказать называется у нас лакшери билдинг и билдинге есть детские комнаты есть кинотеатры есть соответственно джим это стандарт бассейн это стандарт это не не что-то такое которое сказать надо нарваться это 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 нормально это тут такое-то это не нью-йорк хорошо вот мы берем значит entry-level такую квартиру мы в данном случае говорим людям которые нас смотрят и в их бюджет ограниченный например они говорят вот куда мне вообще они говорят а где мне вообще поселиться в америке некоторые говорят ой как дорого вот у вас там в кремниевой долине и мы хотим сказать ну вот и кроме кремниевой долины есть места например да тоже на океане и работа есть и все есть и вот и погода хорошая значит вот можно за там какую-то сумму вы сказали там 1120 до в таком месте скажем начиная начинаю начинаю но не не одна спальня 2 2 спальня это надо заплатить где-то от 180 до 250 скажем в таком недорогом доме хорошо если человек берет финансирование в банке вы допустим у него много денег нет но там скажем купил что-то за 200 до 20000 сколько надо положить в да он поймут ну так на круг 20 тысяч кондо минимум до обычно просят 25 процентов положить так много 25 процентов если вы покупаете там например дом или минимум которые подходят под фа чей программ есть есть такая финансы программ государственная можно положить три процента но обычно может быть 20 процентов хорошо допустим если мы смотрим на что-то там 220 тысяч то надо положить четверть этой суммы там бедену пусть будет 60 тысяч вот человек тоже в 60 тысяч положить что он будет платить в месяц с оставшихся там сто восемьдедесят ставить 50 ну скажем пример примерно я понимаю что за весь если да примерно если сейчас пять пять с половиной процентов годовых то есть человек будет платить где-то около пятьсот пятьдесят шестьсот скажем долларов в месяц моргич 700 800 зависимости от того как как он взял плюс конечно у него будет расходы на электричество но это всегда будет это даже налог на собственность у вас какой-то налог на собственность если человек живет в своей квартире да это квартиру не сдает в рент это примерно примерно 18 процента от от примерной стоимости квартиры есть оценщик от штата который вот оценивает квартиру но еще еще 300 долларов хорошо значит примерно до 800 долларов плюс электричество там и так далее это служивание дома конечно ассоциация почем ассоциация в таком доме ассоциация скажем минимальная это двести пятьдесят долларов и выше зависит какая какая площадь дома ну вот то что мы сейчас посмотрим вот там ну примерно я понимаю что тут где-то по-моему 390 если меня не изменяет память скажем 370-3190 мы смотрим на квартиру которая с одной спальней и аренда такой в смысле покупка такой квартиры приведет к тому что вот ты ее имеешь и тебе надо будет 1200 долларов в месяц еще заплатить как бы за всякие сборы хотя это в основном списывается еще из налогов тоже моргидж списывается основной налог на собственность списывается нет в принципе да вы можете показать да в принципе вы показываете в таксах что у вас да такие расходы да значит ну то есть скажем так если чистыми деньгами ну пусть будет тысяча аренда такой квартиры когда вот ничего не возвращается вот пошел сдал там потратил деньги сколько будет стоить аренда такой квартиры 1500 долларов аренда такой квартиры примерно скажем от 1400 до 1700 скажем так то есть грубо говоря приобретение такой квартиры если мы взяли с моргиджем двадцатью пятью процентами в down payment то мы уже в месяц экономим там 500-600 долларов на жилье да и в принципе вы как бы вас никто не может выселить никто не может сказать завтра что переезжайте больше того вы можете прибить просверлить и никто не скажет что ты что-то повредил это ваша квартира это ваша квартира да можете обои переклеить все что угодно в вашей квартире то что не затрагивает каких-то других жильцов так ну что тут сейчас давайте я поближе подойду чтобы слышно было звук так что говорите значит вот можете посмотреть как тут приятно этот дом тут мило вот этот дом да да дом рядом с водой в очень хорошем месте в 5 минутах буквально огромный супермаркет и не один в 7 минутах езды океан а город какой где мы сейчас это Холандел это все Холандел мы пока в Холанделе очень такое мирное место действительно нет ни машины спокойнее да очень тут приятно за забором уже дома которое начинается там скажем от 700 тысяч долларов и до двух миллионов такой комьюнити дорогой комьюнити и там вот у них я смотрю это пчаны да там как бы как пляж такой вот это бассейн значит все люди которые тут живут могут пользоваться вот этим всем напротив например вот видите у нас есть частные дома у людей с катерами лодки катера это канал прямо в океан в канале никто не купается да? обычно нет да я вообще не видел рыбу ловят да очень приятно походить на лодке на яхте в Майами огромное количество яхт то что здесь вода и канал тут летают всякие комары мухи мошки смотрите конечно есть но вот например сейчас нету никаких комаров сезонно да может сезон да очень приятно я не скажу что я опять же в доме живу и у нас нету такого засилия этого то есть можно на улице время проводить да без скринов без экрана да ну что пошли дом смотреть квартиру это с 70 года где-то дом да это конечно не новый а вот в ценовом плане вот где проходит по какому году проходит как бы резкая такая вот линия в качестве не в качестве а в цене нету такой как бы резкой линии да почему я вам скажу зависит от того где находится этот дом как квартира сделана какой у нее вид у этой квартиры то есть это может быть старый дом но если он находится на океане он старше да и будет другой дом который находится как бы дальше от океана в более худшем месте и у них может быть если сравнивать вот как бы рядом стоящего сказать стоит рядом дом там не знаю 70 года а и тут же там скажем 95 окей значит цена будет 100 тысяч 150 тысяч 200 тысяч разница да опять же зависимость от того то есть именно в силу того что другие стандарты строительства и как бы там приятнее жить или что там я вчера показывал квартиры да я вчера показывал квартиры значит ценовая планка от миллион четыреста до миллион семьсот да значит и тоже люди с нью-йорка довольно обеспеченный богатый у них есть уже две квартиры на сане алис тут в майами две квартиры которые в ценовой политике где-то 500 тысяч на океане но дом старый они имеют возможность переехать более дорогой дом все это вот смотрели они дом который уже 2010 года а ихний опять же 70-х годов дом они смотрели вот там уже полтора миллиона миллион семьсот миллион девятьсот три бедрума теперь все новые дома которые строятся сейчас опять же на сане алис я покажу один такой дом скажем начиная с 4 миллиона квартиры и он меня спрашивает почему такая разница почему новый дом новые стандарты опять же земля дороже стандарты по высоте потолка в общем для квартиры это очень существенно размер окон и высота потолка собственно в квартире не так много возможностей дополнительные сервисы можно можно смотрите в каком году примерно проходит эта граница между 8 футов потолок и 9 и выше по какому году примерно я вам скажу наверное 2000 год но в принципе вот есть девелоперы что он может построить новый дом тоже с низкими потолками другой девелопер строит дом и говорит у меня 9, 10, 11, 12 фит Então опять же это не на вся uno стандарт что если новый дом то там уже будет более высокий потолок это зависит от девелопера как лакшери он хочет построить свой дом и как дороже он его хочет продать То есть могут и сегодня построить 8 футов? Сколько что? 8 футов потолок сегодня в квартирах могут построить. Сколько стоит? Нет, могут сегодня построить квартиру, в которой там 8 футов потолок. Ну, конечно, могут. То есть есть такое. А почему нет? Вы знаете, как дело в том, что в квартирах не так много вариаций, чем можно менять качество. И вот один из показателей – это потолок. Да, ну, как раз вы понимаете, тут квартира может быть, да, но все равно это другая планировка, это другие appliances, то есть то, что вы поставили старое, а тут у вас ставят sub-zero холодильник, мели appliances. Ну, это можно понять, я смотрю, да, немножко с другой точки зрения, что то, что можно поменять и то, что нельзя поменять, да, то есть ни потолок, ни окна уже ничего не держат. Да, ты как человек, который перестраивать любит. То, что вы говорите про окна, опять, это все hurricane proof, это все стандарт гораздо выше. Потом просто можете принять во внимание, что люди покупают землю, и цена строительства уже тоже другая. А именно рапсила сейчас, цена рапсила растет, цена материала растет? Ну, конечно, а как же, это все становится дороже. То есть этот дом, это тоже входит в цену? Конечно, конечно, опять же, кроме этого, вот вы берете такой дом, вы заходите в лобби, ну, так, так себе лобби, да. Да, значит, я вам сейчас, мы зайдем в лакшери-билдинг, вы посмотрите, какая просто разница. Да. Поэтому я вам просто хочу показать, тут есть теннис-корд, опять же. Да. Это не везде есть, вот, и мы можем выйти на бассейн. Как бы это, пошли, это включено в цену, как бы, да, теннис-корд? Да, 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 это все, это все, это вот. Что интересно, никого нет, хотя в воскресенье сегодня могли бы поиграть. Очень часто, да, смотрите, тут очень много сезонных людей приезжает, хотя вот именно вот этот дом, тут можно сдавать минимум год, раз в год и на год. То есть на месяц нельзя сдавать? Да, на месяц вы не можете тут сдать легально, скажем так. Поэтому, а вообще, Флорида, очень многие люди, особенно квартиры, которые ближе к океану, есть такие snowbirds, как говорят канадские, которые, да, которые зимние. Зимние. Снежные, да, которые приезжают... Ну, по-русски я перевожу, я перевожу. Да, чисто на зиму, на 4, 5, 6 месяцев. Это игра слов, snowbirds, с одной стороны они зимние, а с другой стороны они седые. Они седые, они седые, конечно, они сами, цвета снежного. Ну, это как раз очень много таких седых и приезжают сюда, да, потому что у них есть деньги, у них есть возможность. Время есть у них, приехать на полгода и отдыхать. Нет, канадцы вообще здоровы, там, в теплые края ездить. Ну, да, как мы были в Канаде, мне моя жена говорит, мы были осенью, вот, хорошо, 4 сезона у людей. Вот они тут, как бы, довольны. Я говорю, а что же они сидят все тут зимой, что им так хорошо? А в Мексике сколько? Там еще выпивка бесплатная. Ну, в Мексике столько не посидишь все-таки. И в Мексике вы не пойдете, так сказать, куда вы можете, куда вы хотите. Да, конечно, там ограничено. Да. Так, ну, что же, вот. Это бассейн. Людей не снимаю. Да, я людей не снимаю. А в Мексике никогда много людей нету, я же говорю, вот. Да, я стараюсь людей не снимать, и они на меня подозрительно смотрят, не буду ли я их снимать. А я не буду, вот я такой. Да. Хорошо. Ну, это видно, что это 70-е годы, и у нас очень стилистика очень похожа на все это. Вот и бассейн, и... Ну, хорошо, ладно, пошли в квартиру-ка тогда. Да, у нас есть кондо мы когда-то купили, да, в 68-го, что ли, года. Почему? Ну, 78-го, не 68-го. Сонушка. 78-го. Пусть будет 78-го. Значит, и вот, очень похоже по, как бы, по стилю, да. Да, это немножко дом некрасивый, но квартира, вот, которую они купили со мной, квартира отремонтированная полностью, квартира отремонтированная неплохо. Очень, в принципе, большой, тысяча square feet, one bedroom. И по чем стоит? Цена какая? Asking price. Они купили за 175-е, они ее не продают, они ее сейчас сдают. Люди купили на инвестмент с Нью-Йорка, они приезжают, пока там не очень убрано, можно сказать, потому что только в субботу вышел оттуда оттенант. Вы, друзья, видите стены в таком... Они не ремонтируют, это считается freight elevator, то есть он используется... Это чтобы мебелью не побить стены, вот такие тут натянутые материальчики. Нормально, да. Тут нормально, да. Грузовой лифт, то есть это не всюду есть грузовой лифт, правда? Когда они начинают свою мебель затаскивать вне грузовой лифт, вот тогда трагедия. Ну, тут практически везде это есть, да, и следят за этим строго, скажем так. Да, у нас тоже так. Да. У нас следят строго, а затаскивают и царапают, и бьют. Так. Ну, что же. Тут немножко давит потолок на голову. Да. Так, идем. Ну, это коридор. Скажем, это коридор. Прямо дежаву. Оно мне напоминает наш дом просто. Да, да. Совершенно. Дом, в котором мы когда-то квартиру первую нашу купили. Очень, очень напоминает и по материалам, и по... И по ширине, и по всему. Значит, здесь только что выехал тенант, поэтому... Значит, а мебель кому принадлежит? Он купил с мебелью квартиру. А, то есть это она, квартира принадлежит, мебель принадлежит квартире. Так, ну что, при входе тут шкафчики какие-то. Я не знаю, что там. Шкафчики, полочки. Так, ну что, значит, на полу плиточка такая блестящая. Значит, тысяча сквер-футов. То есть, квартира, она двухкомнатная, да? Но... Не, это односпальная. Односпальная, но двухкомнатная. Значит... А, ну да. Да. И вот... Света, вот я тебе скажу, что надо сделать, Свет. Надо вот эту стенку открыть, кухню. Конечно. Вот эту надо открыть, и вот тогда будет красиво. Да, вот оставить вот эту вот... Вот эту оставить, а вот тут все это открыть. И тогда будет совершенно другой вид. Это... Это Светины дизайны. Хотя, тут, конечно... Тут, конечно, мило. Тут, конечно, мило. Я вот эту накрытку использую. Материал хороший, и кухня неплохая. Здесь у нас спальня одна, а туалетов у нас полтора. Полтора, это значит, что вот есть вот такой туалетик, он без ванной. А вот то, что тут шумит, вот это вот, это как раз возрастное. То есть, вот в домах такого возраста кондиционеры все время шумные. Если надо не поменять. Не кондиционер, но вот вытяжка. Так, тут вот дверка. Тут у нас... Да. Ванна. Туалет. Так, все, все, ничего. Так. Вот это спальня. Давайте я в Google забьюсь. Просторно. Здесь очень просторно. Хорошая большая спальня. Так. Ну-ка. Я выйду на балкончик. Вот у нас... Ага, тут сетка у них, вы знаете что? У них тут сетка. Вот, чтобы не летало ничего. То есть, можно не просто сидеть, а можно еще открыть, например, балкон. И будет свежий воздух. Хотя здесь очень интересно. Вот, во всяком случае, сейчас тут внутри от кондиционеров прохладно. А снаружи тепло и влажно. Вот так интересно. Так. Возвращаемся назад. Так. Ну что, я хочу сказать, что для квартирки и за такие деньги, да? Нормально. Нормально, да. И парковочка есть. И, в общем-то, близко и близко абсолютно всюду. И не только к шоппингам делам, но и к тем местам, где люди работают. У меня такой вопрос с точки зрения школ. Есть тут такая борьба за хорошие школы? Ну, честно, школы не очень хорошие, скажем. Похвалиться, похвалиться школами я не могу. Ну, скажем, честно. А какой у них твоей? Ну, где-то, скажем, BC. А у вас буковка в Калимире? Ну, ABC они считают. Ага. И, скажем, школы есть частные, которые дороже. Они уже, конечно, лучше, но... Ну, там, где школа лучше, там, наверное, и дороже стоит. Потому что больше желающих купить, наверное. Ну, есть, ездят. Вот у меня тут нету. Ездят в школу более дорогую. А можно так, да? Да. Это класс, это да. То есть можно и в школу ходить не по месту жительства? Или как? Так. Хочу прокомментировать то, что ты сказал стенку открыть. Вот ты так вот глянул, и типа с видом эксперта сказал стенку открыть. То есть если открывать, нужно вот эту стенку открывать, а не ту. А тут чего нельзя? Ну, там стоит все. Обрати внимание. На самом деле, вот здесь вот ливень, ты сюда открываешь. А там тебе куда открывать? Телевизор только? Ну? Нет. Ну, конечно, эту открывать. Что-то ее очень просто открыть. Вот не видно. Ну, давайте-ка, с видом эксперта у нас только ты стенки открываешь. В основном у нас вообще открытые. Конечно. Да. Да. Вот в этом месте открытые, тогда тут и столик, и дайник можно поставить. В общем, все, конечно, будет выглядеть по-другому. Ну да. Ну, в принципе, вот я хочу, чтобы наши зрители понимали, что квартира, в отличие от дома, это не то место, где ты можешь сильно перестраивать. Потому что это все, пермиты нужно брать, можно обрушить дом. Это все очень серьезно. Да. Конечно, пермиты, да, надо тут брать, в принципе, везде. И если, так сказать, застаешь, что без пермитов что-то делаешь, это очень большой штраф и остановка работ. То есть лучше не нарываться? Лучше, да. У нас тут же в Холмбале один клиент купил так, начал это все делать. Квартиру? Он купил таунхаус. Он купил таунхаус, 470 тысяч, большой таунхаус, почти 2 тысячи square feet. Но начал сам все перестраивать без пермитов. То есть какие-то серьезные переделки начал там. Да. Его остановили. Вот где проходит линия, когда нужен пермит или не нужен пермит? У нас часто ребята спрашивают, а что, вот покрасить там тоже пермит нужен? Нет, покрасить, конечно, пермит не нужен. Пермит нужны тут, если ты полы делаешь, если ты меняешь кухни все, ванны меняешь, электрические какие-то работы делаешь. То есть там, где ущерб может быть значительный нанесен? Да. Ну, полы это тут связано с тем, что ты живешь в кондоминиуме, они должны положить под плитку soundproof. Да, изоляционный материал. То есть звукоизолятор. То есть тут не строят из деревянного обрешетку и обшивают деревянным каким-то каккасом. То есть нет фрейминга? Не-не-не. Ни дома, ни кондоминиуму не строят вот так фрейм. Это все как бы стационарное, бочное, бетонное строительство. Наверное, это вот немножко лучше, потому что у нас и партнер комплекс, и кондер немножко лучше. Хотя у нас строительство, вы понимаете, у нас стенки, они вот так вот постучат. Фанюра. Нет, я видел, я знаю, как строят, в основном в Техасе строят обрешетку, обрешетку, обложили пол кирпича и все. И в квартирах тогда совершенно никакой звук. Но у вас нет сейсмичности, правильно? Но тут, независимо от того, сколько этажей, это строят блочное. Вот у меня дом, единственное перекрытие там деревянное. Конечно. Весь дом блочный и там... Терминов вы не боитесь? Нет, нет, не знаю. Не знаю, что такое термит. Не знаю. Жучки такие. Да, которые едят все. Ну хорошо, ладно. Да, вот видите, вот этот тут комьюнити дорогой. Да-да, я уже по крышам тут поснимал. Все, можно ехать дальше. Вот дорогая комьюнити, но за забором. Значит, мы беседуем с Леонидом на тему о том, что вот иностранец может получить кредитование какое-то в Соединенных Штатах, если он достаточно много от себя положил. Вот много это сколько? Любой человек, иностранец с любой страны может приобрести недвижимость в Америке. Это не даст ему визовых никаких преимуществ? Ничего не надо. Нет, ну ему надо как бы показать, что он легально тут приехал. Ну да-да, просто он не может сказать, дайте мне визу, потому что у меня есть недвижимость. То есть так он не может? Нет, нет, к сожалению, так это не работает, да. Только в обратную сторону. Да, я не знаю, в обратную, но так это не работает. То есть человек должен находиться в легальном стране, чтобы он мог, это может быть виза, это может быть рабочая виза, но так сказать, показать, что он легально, чтобы он мог купить недвижимость. Ну вот он иностранец и хочет взять финансирование какое-то. Сколько он должен положить down payment? Значит ты иностранец должен положить 40% если это дом он покупает и 50% если он покупает condominium. И ему нужно показать, что у него есть доход или какое-то имущество в своей стране, которое он может продать и заплатить. То есть даже не доход, а просто имущество. Да, он может показать, что у него есть имущество на какие-то деньги, имущество, еще что-то, что он может продолжать. Это не единственное, что у него есть. Да, да. Очень многие тут покупают новое строительство, очень многие купили с России новые квартиры, новые дома. И положив 50% депозит, взяли моргиджи. У нас таких несколько клиентов, даже не потому, что они не могли 100% положить, а потому что они не хотели. Так он может за эти деньги две взять? Да. Если 100%? Да. До концовика! У sinking в rien! До наряду! В 아니라, Blackguard, университетrium. prescription нуля и PiecesDam medidas. Продолжение следует... Этаarnish. Б kidsокоилиаем выapor grinding это тур.